МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для начала расскажите, как же так получилось, что вы решили принять участие в этом конкурсе? Это было ваше личное желание или, может быть, как-то вас там добровольно-принудительно к этому делу склоняют? Ну, во-первых, это было личное желание, а во-вторых, чтобы туда попасть, нужно было сделать немалую работу на протяжении не только первого месяца, но и всего года. Что за работа? Первый конкурс был региональный. То есть нас, курсантов, студентов со всей Рязанской области выбирали лучших из лучших. Это был конкурс, тоже премия «Интеллектуальный ресурс», где я представляла Академию в номинации «Культура и искусство», где стала финалистом и тем же самым победителем. На основе регионального этапа было разработано положение Всероссийской национальной премии, уже которое пришло нам в сентябре месяце. И, скажем, по данным, которые у нас были, выдвинули меня как финалиста. И от Рязанской области уже студента года именно в номинации «Творческая личность высшего образовательного учреждения» представляла я. Но чтобы попасть туда, надо было еще пройти второй этап, это заочный, где мы присылали свои заявки, свое резюме, и уже эксперты той номинации выделяли лучших. И нас всего лишь составляло 23 человека. А почему именно вот такая номинация «Творческая личность»? Опять же, это вы сами ее выбрали и захотели именно в ней принять участие? Ну, с учетом того, что с первого курса Академии я занимаюсь творчеством, то есть непосредственно какие-то свои творческие данные я развиваю. Это и вокал, и актерское мастерство. И поэтому решила пойти в ту стезю. Ну вот уже сама работа, по итогам которой вы стали финалисткой, каким образом она проводилась вами? Это был какой-то творческий номер, который вы должны были представить? Или как это выглядело? У нас было несколько конкурсов. Это самопрезентация, где мы рассказывали о себе, о своем творчестве и, скажем так, представляли себя в своем амплуа. Второй конкурс у нас была деловая игра, где уже не только мы одни работали, а уже непосредственно в команде. Как мы владеем речью, как мы владеем ситуацией и командным духом. Третий уже – это специфический конкурс, творческий, где мы непосредственно готовились к нему уже заранее. Конкурс составлял всего лишь две минуты. И за эти две минуты мы должны продемонстрировать все свои навыки и умения, которыми мы обладаем. Так, ну рассказывай, что ты демонстрировал, что ты успела сделать вот в эти две минуты? Это была какая-то сценка? Это, скажем так, была постановка, но самое главное, в каждом номере должна быть идея, которую мы должны развить и предоставить не только жюри, но и зрителям, которые сидели, наблюдали, скажем так, за нами. Мы, скажем так, с моей командой, которая мне помогала при подготовке, подумали, что, например, идея о своем родном доме – это ближе всего к нам. Хоть мы далеко, скажем, мы из всех уголков страны, но, скажем так, родной город, родная семья у нас в душе. И в основном на этом основывался вот сам номер. Песня, которую я исполняла, скажем, мужская на самом деле, исполнитель вообще оригинала Александр Маршалл – песня «Орел». И мы сделали небольшую подводочку к ней, скажем так, немножко вставили театральную постановку. Это было небольшое стихотворение, и следом звучала песня. Это все сопровождалось еще видеороликом. Расскажите, пожалуйста, где конкурс проходил, и каким образом вообще там все было организовано? Ваше проживание, где вы репетировали, тренировались? Конкурс был организован организаторами премии, которые проводили ее. Город был выбран Ставрополь на базе Северо-Кавказского университета, где непосредственно проходили все конкурсы. Очень удобно было, что все в шаговой доступности. То есть время намного меньше уходило на транспорт, и город был очень красивый. И есть как бы много достопримечательностей, которые мы посмотрели. Но, скажем, времени на это особо не было. Очень плотный график, подъем в 7, отбой в 12 ночи. Репетировали мы, честно говоря, сами, в своих номерах. У нас просто этаж, мне кажется, весь пел. Весело в какой-то момент, но очень трудно. Вот вы стали финалисткой. Чтобы понимать, каким образом распределялись награды, там было как положено, первое, второе, третье место, или выбирался только один победитель из всех студентов? Вот из 23 человек у нас всего лишь выбрано 2 лауреата и 1 победитель. Победителем в нашей номинации стал город Ставрополь. А скажи, вот студенты, которые принимали участие, как бы ты там сориентировалась, по большей части каких вузов? Вот были, так же, как и ты, представители таких военизированных вузов? Военизированных вузов вообще не было. То есть ты была единственной? Да, я была единственной на том конкурсе в погонах. Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, участие в этом конкурсе, что оно тебе дало и каким образом, не знаю, поможет в твоей учебе, в твоей жизни? На самом деле тут не только конкурс у нас был там, но и совместная работа. Там проводились и мастер-классы, и арт-площадки. Это на самом деле дает очень большой толчок. Российский союз молодежи, ребята, которые тренера, проводили нам мастер-классы, которые не только, скажем так, влияют на нашу творческую деятельность, но и непосредственно на нашу жизнь. Есть какие-то сожаления по поводу того, что все-таки не ты стала первой? Или для тебя это было не особо важно? Конечно, это важно. Было какое-то разочарование, потому что, скажем так, главный творческий конкурс был, я считаю, подготовлен очень здорово. То есть был сильный номер. Даже среди тех участниц, которые, можно сказать, просто вышли и спели, эксперты, перед тем, как, скажем, мы вышли на сцену, нам дали небольшое наставление, что, скажем так, вокал вокалом, но в каждом номере должна быть идея. Я все же поставила на то, что у меня есть идея в номере. И я думаю, что мой номер не смотрелся хуже остальных, а достойно выглядело. Тем не менее, я думаю, у тебя еще все впереди, тем более, что ты же стала лучшей студенткой, можно сказать, нашего города, нашей области. Так что это уже очень много, и мы тебя поздравляем с таким блестящим результатом. Спасибо большое, я буду стараться дальше работать. Желаем успехов. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Всего вам самого наилучшего. Увидимся с вами в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»